Что же такое стэк вызовов? Стэк вызовов хранит прежде всего функции, функции, которые мы вызвали. То есть если мы исполняем какой-то код, и в процессе выполнения интерпретатор видит, что нужно исполнять какую-то функцию, он кладет эту функцию на стэк. Если эта функция завершает свое исполнение, он со стэка ее снимает. Давайте посмотрим на примере, как это происходит. Рассматриваем следующий код. Сначала обратим внимание, что у нас есть два определения функции и три вызова функции. У нас есть определение функции g, у нас есть определение функции f, вызов функции print, вызов функции f и вызов функции print. Справа я начну рисовать содержимое стэка. С самого начала, когда мы только запускаем интерпретатор, в самом низу стэка находится функция модуль. Эта функция занимается тем, чтобы исполнять наши запросы. То есть каждый раз, когда мы построчно вводим какие-то инструкции, это именно она складывает числа, это именно она определяет для нас функции. То есть когда мы вводим код определения функции g, она создает для нас объект g, и когда мы вводим функцию f, она создает для нас объект f. Самая базовая концепция стэка вызова, что когда мы функцию вызываем, мы ее кладем на стэк. А когда функция завершает свое исполнение, она со стэка снимается. Таким образом, когда интерпретатор начнет исполнять строчку print, I am outside of any function, он вызовет функцию print и положит ее на стэк. При этом важное свойство интерпретатора, что он всегда выполняет самую верхнюю функцию на стэке. Когда интерпретатор закончит исполнение функции print и выведет то, что мы его попросили, он снимет функцию print со стэка и продолжит исполнение с того места, где мы до этого исполнялись, то есть с девятой строки, и вернется вот сюда. Он увидит, что следующая инструкция это вызов функции f и вызовет функцию f. Для этого он положит ее на стэк. И начнет исполнение функции f. Так как первая строка функции f это функция print, то первое, что он сделает, он снова положит функцию print на стэк и исполнит то, что его попросили. Он выведет I am in function f. Когда он закончит исполнение принта, он снимет принт со стэка и продолжит исполнение с того места, откуда мы вызвали принт. Далее он начнет исполнять g, потому что это следующая строка функции f. Так как g тоже функция, мы ее вызываем, мы кладем g на стэк. Первой строкой функции g является функция print, поэтому мы снова положим функцию print на стэк. Теперь давайте на секунду остановимся в данный момент исполнения. Давайте поймем фундаментальный принцип стэка вызовов. Все функции внутри стэка вызовов на самом деле исполняются, но одна из них исполняется реально, та функция, которая лежит на верхушке стэка, а остальные функции ждут соседа сверху, пока он исполнится. Таким образом, функция модуль ждет, пока исполнится функция f, потому что мы ее здесь вызвали. Функция f ждет, пока исполнится функция g, потому что мы ее вызвали здесь. И функция g ждет, пока исполнится функция print, которую мы вызвали здесь. Единственная функция, которая реально в данный момент исполняется инструкцией за инструкцией, это функция print. Таким образом, стек вызовов отображает все функции, которые исполняются в данный момент И кто кого на самом деле ждет Ну а теперь давайте размотаем наш стек обратно Мы заканчиваем исполнение функции print, которая находится внутри функции g И мы снимаем ее со стека Мы продолжаем исполнение функции g, однако оказывается, что эта инструкция была последней внутри функции g Поэтому мы заканчиваем исполнение функции g Функция f еще также находится в функции print, мы снова кладем ее на стек Выводим то, что она у нас просит Функция print заканчивает свое совершение и снимается со стека Вызов функции print был последней инструкцией внутри функции f Поэтому функция f также снимается со стека, потому что она закончила свое исполнение И вуаля, мы снова вернулись в главную функцию модуль И мы можем ввести print Еще один print Вызвать эту функцию с нужными нам аргументами Увидеть, что мы снова outside of any function Снова снять print со стека И вернуть исполнение интерпретатору Чтобы больше проникнуться стеком, давайте поймем, как мы можем реализовать стек на основе списка в языке Python Для этого рассмотрим код с примером Создадим список 1, 2, 3 Наш уже полюбившийся И допишем в него с помощью метода append 4, 5 Выведем на экран x Убедимся в том, что мы действительно добавили элементы в конец списка Это будет 4, 5 И наш список действительно увеличился в размерах Затем мы воспользуемся методом pop Метод pop, он противоположный методу append Он на самом деле забирает элементы с конца списка и возвращает его Таким образом, если мы запишем top равную xpop То мы убедимся в том, что последний элемент списка был пятерочка И что на самом деле после действия данного метода После выполнения данного метода Наш список немножко укоротился И если мы повторно сделаем то же самое То мы увидим, что последним элементом была четверочка И список снова немножко укоротится Я утверждаю, что если после создания списка Все методы, которые мы применяли к списку Это методы append и pop То данный список ведет себя абсолютно так же, как и stack Потому что мы дописывали только в конец И забирали только с конца Таким образом, если мы создаем список И пользуемся только методами append и pop То по сути это stack Сперва может показаться, что такая структура Для хранения текущего состояния исполнения кода Достаточно громоздкая Однако нет, время и практика показали Что stack достаточно простая структура данных И stack легко реализовать в оперативной памяти Поэтому он и является неотъемлемой частью Многих языков программирования Я лишь надеюсь, что я не запутал вас этим примером И теперь у вас возникло более четкое понимание того Как же код исполняется в языке Python Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Субтитры Алексею Дубровскому!